Нелегкая задача. Сегодня на очередном аппаратном совещании Акимобласти Нурмухаммед Абдебеков отметил, что в текущем году из-за паводков региону будет сложнее своевременно завершить строительство некоторых объектов, финансируемых из бюджета. Подробности в нашем следующем материале. Открывая совещание, глава региона Нурмухаммед Абдебеков отметил, что в текущем году области выпала нелегкая задача в части строительства. Помимо домов для жителей сел, потопленных в паводковый период и для переселяемых в город Сатпаев жителей, ведется еще и строительство объектов социального и культурно-бытового значения. Кроме того, начато масштабное строительство врачебных амбулаторий в отдаленных сельских местностях. Может быть, сейчас инициировать по ряду объектов вопрос согласования перегруза сроков. Допустим, вот школа на начало или на середину следующего года, вот такая, где у нас денег не хватает. Потому что действительно финансовое положение достаточно сложное. И с учетом того, что нам много средств пришлось мобилизовывать на выплату компенсации людям пострадавшим в период паводка, и это, конечно, наши все резервы вымыл. В текущем году управлению строительства выделено более 17 миллиардов тенге из республиканского и областного бюджета. На эти средства планируется построить 45 объектов, в том числе 6 школ и детских садов, 28 объектов здравоохранения, котельную в городе Саранье, модульную котельную в поселке Конрад и другие. Как вы знаете, была установка завершить в текущем году те объекты, которые запланированы и были переходящие с предыдущего года. Новые объекты в основном мы пока не начинаем. И в этих условиях, тем не менее, достаточно большой объем строительных работ на этот год у нас предусмотрен. По итогам совещания Нурмухамбет Абдебеков поручил управлению строительства взять на контроль своевременное завершение строительства объектов, в том числе котельную в Саране, до начала топительного сезона. Управлению экономики и финансов поручено рассмотреть вопрос о выделении недостающих средств для завершения строительства объектов, вводимых в текущем году. Батагос Батырбеков, Рустам Бараев, Никита Косых, 5 канал.